Всем привет! В одном из своих видео я вам показывал конструкцию и процесс изготовления самодельного симметрирующего трансформатора для подключения симметричных антенн к несимметричному фидеру, то есть балуна. Этот балун также часто встречается в других моих видео. Насколько он хорошо работает, меня полностью устраивает. Конечно же это не первый в моей практике самодельный балун и никаких сомнений в его работоспособности у меня нет. Однако я часто встречал в адрес этой конструкции мнение, что она сделана как-то не так или что-то тому подобное. Сейчас в качестве демонстрации работы измерителей КСВ НИССРС-101 я покажу, как работает этот балун на эквивалент антенны, то есть на активную нагрузку. К сожалению, хорошего симметричного эквивалента антенны у меня нет, но есть хороший несимметричный. И эта нагрузка работает до 2000 МГц, если я не ошибаюсь, а может быть и выше. Она имеет вот такой большой коаксиальный разъем, и чтобы ее подключить к привычным разъемам SO239PL259, мне пришлось сделать вот такой переходник. Думаю, что этот переходник хорошо работает и на частотах у КВ диапазона, а уж на КВ он точно не вызовет рассогласование. Для начала давайте проверим, какой будет КСВ у этой нагрузки без использования балуна. Для этого я подключу к трансиверу, это у нас будет FT897, измеритель КСВ, а к измерителю уже эту нагрузку. Чтобы трансивер выдавал непрерывную несущую, переключаю его в режим частотной модуляции, устанавливаю мощность 20 Вт. Думаю, этого будет достаточно для проверки. Включаю на измеритель КСВ режим измерения прямой мощности и включаю передачу на трансивере. Видим мощность 20 Вт. Переключаю измеритель КСВ в режим калибровки и устанавливаю калибровочные значения, полную шкалу. Теперь переключаю измеритель в режим измерения КСВ и мы видим, какой ничтожно малый КСВ имеет эта нагрузка. Меньше чем 1,1. Можно сказать практически единица. Значит нагрузка и измеритель КСВ в порядке. Переходим к измерению КСВ у балуна. Подключаю этот симметрирующий трансформатор, то есть балун, к выходу измерителя КСВ. А к симметричному выходу этого балуна подключаю несимметричную нагрузку. Конечно, такой способ подключения не лучший. Но, как я уже сказал, симметричной нагрузки у меня нет. А для частот КВ диапазона поразительные емкости и индуктивности этого способа подключения будут не столь значительны. Основные проблемы такого способа подключения две. Это поразительная индуктивность проводников, которыми подключена нагрузка к балуну. И поразительная емкость этих же проводников и емкость корпуса нагрузки, которые окажутся под ВЧ напряжением относительно Земли. Думаю, что эти проблемы придут к тому, что КСВ точно не будет равен единице. Но в то же время они не помешают мне оценить работу балуна на разных КВ диапазонах. Начну проверять балун с диапазона 7 МГц. Включаю передачу на трансивере. Проверяем мощность с помощью измерителя. Калибруем измеритель еще раз для измерения КСВ и измеряем КСВ. Откалиброван. Смотрим КСВ. Примерно между 1.1 и 1.2. То есть 1.15. Проверим КСВ на других диапазонах. 3.6 МГц. Смотрим КСВ. Еще меньше. Ровно 1.1. Проверим на самом низкочастотном диапазоне 1.8 МГц. КСВ тоже 1.1. Теперь выше по частоте проверим. 14 МГц. КСВ почти 1.3 МГц. И 18 МГц. КСВ примерно 1.35 и 1.4 МГц. Я считаю, что такие значения это нормальный КСВ для работы на КВ. Тем более нагрузка у меня была подключена несимметричная. И это точно влияло на КСВ и он от этого точно был завышенный. Также с увеличением частоты влияние такого способа подключения нагрузки должно становиться больше. Что мы собственно и наблюдали. В общем балун работает нормально. Делайте свои антенны, работайте в эфире. Смотрите другие мои видео, подписывайтесь на канал, на группу ВКонтакте. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...